Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог» в студии Николая Пивненко. И как всегда в городском округе Люберцы мы следим за всеми теми событиями, которые здесь происходят, и, конечно же, намечаем планы на будущее. Все это мы делаем с замечательными гостями, которые приходят к нам сюда в студию. Сегодня Дмитрий Афанасьевич Кристинин пришел к нам в гости, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы и председатель правления Московской областной общественной организации «Содействие ветеранам-инвалидам наше поколение». Здравствуйте, Дмитрий Афанасьевич! Добрый день, добрый день, уважаемые зрители! Ну, я думаю, уже прошло время поздравлять с новогодними праздниками. Они в России у нас практически месяц идут, да? Вы уже отметили Новый год, Старый Новый год, Крещение, и начинается нормальная трудовая жизнь. Хотя не за горами и другие праздники, и праздники 8 марта, 23 февраля, но впереди еще и самый главный праздник в этом году. Я думаю, мы об этом отдельно поговорим. Но прежде вопрос такой. С чего начинается Новый год у депутатов? Да. И аппарат Совета депутатов, и сами депутаты начали работу в штатном режиме, соответственно, как и вся страна, с 9 января. Даже в праздничные дни в любом случае бывают обращения жителей, и они поступают. И поскольку телефон не отключается, все равно приходится реагировать, откликаться, что-то инспектировать. Ну, этот год нам, начало года, принесло мало снега. К примеру, по прошлому году, конечно, это был снегопад, это был постоянный контроль за выполнением подрядными организациями работ по очистке общественных мест, татуаров, остановочных павильонов, пешеходных переходов. В этом году повезло. Ну, было полегче, да. Но, тем не менее, все равно работа-то велась. Ведь нельзя не откликнуться. В любом случае, любое обращение должно быть объективно и оценено, и исполнено в кратчайшие сроки. Хочу сказать, что крайний прием населения в прошлом году я все-таки провел, несмотря на то, что я его сделал нештатному. Последний вторник месяца, мы знаем, какой день года был последний, поэтому мы перенесли на недельку раньше, и было два человека. Это немного, но, тем не менее, два этих обращения, они находятся в работе. Что-то по ним удалось сделать, что-то еще подлежит. Хочу отметить, что за весь прошлый год на личный прием населения ко мне пришло 47 человек, поступило порядка 70 звонков. То есть, правильно можно сделать вывод, либо люди почему-то не хотят пользоваться услугами депутата, либо решаются проблемы и сокращается количество людей, которых они есть. Какой лучше выбрать вариант? Вы предвкушаете мой ответ. Давайте. Я бы дополнил. Связано это, в первую очередь, с тем, что очень большое количество было выездов по обращениям телефонных звонков. То есть, выезжали на территорию, смотрели, общались с ней, я один, мы сами с коллегами объединялись по избирательному округу. Мы также отрабатываем все эти обращения, поступающие как во фракцию, не только к депутату, как же по своей территории. Поэтому много вопросов. То есть, решались вопросы на общем уровне? То есть, сразу для... Она не на общем уровне. Если поступает звонок, я не приглашаю человека на личный прием, а спрашиваю суть проблемы. Если я, к примеру, понимаю, что она связана именно с местом проживания гражданина, который обращается, то, конечно же, лучше на это место выехать, посмотреть воочию, своими глазами увидеть, помочь скорее решить тогда эти вопросы. Ну и потом, из нашей прошлой беседы, я помню, что у вас очень хорошо налажена связь, как, наверное, у многих депутатов, это важно, да, с различными структурами, потому что вы уже имеете какой-то опыт, и сразу же можете с кем-то созвониться, и с коллег депутатов, и с коллегами депутатами, с какими-то службами, да, то есть решение может быть принято, ну, чуть ли не в хорошем смысле слова по телефону. Ну, безусловно, конечно, опыт, и стоит отметить опыт депутатской деятельности моей все-таки уже 10 лет в том году, я избирался в сентябре 2009 года. На 11-й год пошли. Да, и, ну, так, вы знаете, получилось, это не два созыва, а три созыва, потому что второй созыв, он был коротеньким, потому что прошло преобразование Люберецкого района в новую единицу территориальную, муниципальное образование городской кругу Люберца. В связи с этим только через два с половиной года после выборов были новые выборы. Тем не менее, вот эти годы, конечно же, одно то, что прием я осуществляю в территориальном подразделении самой крупной управляющей организации городского круга Люберца и АОЛГЖТ, ЖУ-7, и осуществляю его в кабинете начальника ЖУ, Вячеслава Викторовича Рудикова. Мы долго, плотно работаем, мы каждый месяц, тем более по итогам года подводим результативную часть по обращениям наших жителей, как на месте, так и по отдельности каждому. И это опыт, это, ну, как правило, вопросы, они повторяются большей частью, поэтому, конечно, рабатывает опыт определенных, быстрые решения, и упрощает нам эту деятельность. А вот скажите, есть какие-то вопросы, ну, понятно, есть проблемы, которые возникают и требуют, ну, моментального решения, и довольно легко решаются, потому что, ну, есть такие возможности, и по опыту, и так далее. Есть проблемы долгого, что ли, времени? Вот есть сейчас проблемы у вас, как у депутата, есть какие-то наказы, которые пока не удалось до конца выполнить, потому что они требуют, ну, каких-то других затрат? Безусловно, к примеру, на те обращения, когда кому-то надо помочь в решении вопроса проживания или увеличения жилищной площади, конечно, я за свой личный финансовый ресурс такое сделать не могу. Я не господь бог, у меня есть работа, заработок, причем государство мне не платит заработную плату, это моя трудовая занятость, отдельная депутатская деятельность, которая является больше общественной для депутата на непостоянной основе. Но, тем не менее, направить в нужное русло и подсказывает более правильный путь, и уже это является участием, это уже является помощью. И еще такой вопрос. Считается, что многие жители, не только конкретно городского округа Люберца, а вообще в стране, не только не знают своего депутата, но и интересуются жизнью депутатского корпуса, мало того, часто не доверяют ему. И вот мой вопрос в следующем состоит. Вот на сегодняшний день изменилась ли ситуация, больше людей стало обращаться, ну то есть больше веры появилось депутатскому корпусу, или все-таки по-прежнему депутатам иногда нужно самим о себе напоминать, и не только во время выборной кампании? В информационном плане, вот если так разобраться, сейчас информационное пространство очень развито. Интернет, любая мобильная связь, мессенджер, все это позволяет быть более доступным людям друг к другу. И быть доступным для приема, и быть доступным для отчета, скажем так. Многие вопросы, они обсуждаются, и так и дело. Я хочу сказать, что у меня всегда, уже с 2009 года работал сайт депутата, потом он в 2011 году был модернизирован, но есть сейчас по данный момент. Там есть вся информация, все отчеты о работе за все года, постоянно освещаются все новые мероприятия, есть и фотоальбомы, видеосюжеты, очень много СЛРТ любимого, соответственно. Жизнь на ладони депутата. Да, это все можно посмотреть, также можно задать вопрос, получить ответ, все это сделано для простоты. Ключевая фраза у вас была «не интересуется». И, кстати, такое бывает тоже. В силу чего? Ну, Люберцы, тем более северная часть города Люберцы, где я проживаю и работаю я как депутат, она к Москве имеет непосредственную близость. Соответственно, мы понимаем прекрасно, что большая часть жителей работает в Москве, а родной город Люберцы является для них спальным районом. Ну, исходя из этого, понятно, что человек утром уехал, днем приехал, в выходные это вечером приехал, в выходные дни это семья, другие заботы, и получается вроде как особо-то и нет времени ничему его уделять. Но мы доступны и в эти дни, потому что мой телефон известен многим, звонки поступающие всегда отрабатываются, если я не ответил, я всегда перезваниваю. Я, может быть, имел в виду, обычно, знаете, есть люди, которые, ну, есть проблема, да, человек пришел и ушел, а есть люди, которые, ну, часто приходят, да, они думают, что они тем самым еще помогают и своим жителям, там, соседям, району. Ну, появились ли новые люди, которые раньше никогда не обращались? Смысл в том, что если к депутату, ну, как мне кажется, да, к депутату приходят все новые и новые люди, это не потому что там проблем больше, а потому что они доверяют депутатскому корпусу и знают, что они приходят к своему депутату, рассказывают ему о своей проблеме, и депутат, даже если сам не может решить, да, но он, как вы говорите, направит куда-то. Вот таких людей больше стало? Ну, вообще, я хочу сказать, что все-таки главное богатство люберится того жителей, и те позитивные изменения, которые мы начали все вместе с 2009 года, это заслуга, в первую очередь, тех самих жителей, которые своей активной жизненной позиции, своей небезучастностью в жизни родного города стали нам помогать, выполнять те направления работы, которые мы считали необходимо делать, и делать и в кратчайшее время. Пусть, возможно, это получилось не так быстро, но это получилось. Сейчас городской округ Люберца совсем не тот, который был 10 лет назад, как и сам город Люберц, так же, как и все поселения, вошедшие уже в состав городского округа. Хочу сказать, что сейчас партия «Единая Россия», членом которой я являюсь, создана единая платформа «Избиратель-депутат», интернет-платформа, на которой каждый депутат от партии «Единая Россия» имеет свою страницу, свои контакты, где он также рассказывает о проведенных мероприятиях, о заданных ему вопросах, о решениях, которые он выполнил по обращениям жителей и ведет какой-то диалог с жителями. Это хорошо, это позитивно, это добавляет открытости нам и возможности, потому что в любом случае мы все-таки члены команды. В любом случае подвластны все только команде. Все решения, которые сделаны, это благодаря тому, что было найдено понимание жителями, было оценено жителями работа главы, депутатов, всей структуры властной. И когда жители это поняли, когда они доверили власти свои заботы и стали помогать решать эти проблемы, вот тогда мы на самом деле добились успеха. Опять же, это все в любом случае, и любое дело – это начало. Надо его начать. Вот сейчас оно начато, оно делается, двигается. Тем более, начало года. Есть ряд муниципальных программ, которые уже много лет выполняются, которые имеют также далеко идущее развитие, которые также из года в год мы будем стараться дополнять новыми мероприятиями в той или иной сфере. Ну вот, завершая первый такой депутатский блок с вами, потому что в втором блоке мы поговорим о вашей общественной работе, вас, ваших коллег. Как вы считаете, вот у депутата в начале года, вот у него должно быть такое ощущение, ух, ну, наконец-то мы все вернулись из-за праздничного стола, мы встали и начинаем работать. Тем более, что в папках заказов и наказов, наверное, много. Вот каким вы видите сегодня, в начале года, финал 2020 года по своей работе? Есть какие-то, ну, задачи, где что-то надо еще подкрутить? Я не скажу, что я суеверный, но даже я далеко не суеверный, но говорить о том, что будет, это, наверное, немножко неправильно. Лучше говорить о том, что тогда делается, уже делается, с начала года делается. То, что можно посмотреть и почувствовать. Да, ну, я уверен, что очень многие наши зрители смотрели послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к федеральному собранию. И смотрели его внимательно. Вот давайте мы сейчас сделаем паузу, а после этого, как раз от послания президента, перейдем же к вашей общественной работе. Напомню, что у нас в студии Дмитрий Афанасьевич Кристинин. Депутация это депутатов городского колюберца. Это программа «Открытый диалог». Через некоторое время вернемся. Это программа «Открытый диалог». У нас в студии Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, председатель правления Московской областной общественной организации содействия ветеранам-инвалидам «Наше поколение». Мы завершали первый блок нашей сегодняшней программы федеральным посланием президента, федеральному собранию. И там очень много было социальных вопросов поднято в этом разговоре. А так как вы занимаетесь общественной и социальной работой, помимо депутатской, вот что для вас в этом послании было, и отталкиваясь от него, что вы планируете в этом году, как председатель правления? Конечно, прозвучало очень много значимых аспектов будущей деятельности, которые надо делать. А начал наш президент свою речь с того, что сказал, что целый ряд масштабных социально-экономических задач требует скорейших решений. И с этим сложно не согласиться, я это все цело поддерживаю. Порадовало отношения именно направленностью того, что да, это на первом месте стоит социальная сфера, и увеличение материнского капитала, и поднятие демографии, что должно способствовать. Ну, человеческий капитал, это называется таким нехорошим, может быть, словосочетанием, но тем не менее, больше людей, больше возможностей, но и больше заботы по отношению к людям, правильно? Безусловно, это так, и это необходимо быть, потому что по-другому в России быть не должно вообще. Но, к сожалению, проблемы существуют. Ну, проблемы существуют. Я бы со своей стороны хотел сказать следующее. Одна из самых главных заслуг действующего президента в том, что Россия живет в мире, и нет никакой войны. На мой взгляд, это очень серьезное достижение, и непростое, потому что, зная ситуацию мировую на сегодняшний день, можно оценить, это очень все не так просто находится во всем мире. Ну да, ситуация сложная. У России есть возможность развиваться, есть желание такое. По тем приведенным статистикам, которым сопутствовали речи президента, это было очевидно, это было видно. С другой стороны, я хочу сказать, что вот я как депутат муниципальный, человек тот, который работает на земле, работает на той земле, на которой родился и вырос сам, который знает все проблемы этой земли. Могу сказать следующее. Я всегда избирателям говорю в дискуссиях, когда возникают какие-то вот там что-то, возможно, какие-то выплески там, что-то может быть не так, это не так. Я говорю так, что, друзья, ну помочь-то я готов. Помочь я могу только тому, кто сам хочет, чтобы мы оказали эту помощь. Вот я по сути, я скажу о себе, все люди разные. Можно быть тем человеком, который привык говорить, да, не привык делать, привык просто дискутировать, ну не привык потом принимать какие-то решения, которые приведут к каким-то действиям. Я всегда был так воспитан своими бабушками, дедушками, родителями. Я всегда старался, если я вот чем-то недоволен, я вскрываю эту проблему, я ее обозначаю. Но на этом все не заканчивается. Я помогаю кому-то это решать вопрос. То есть своими действиями, что зависит от меня, я делаю, я в этом принимаю непосредственно участие. Потому что мне так же это больно, совестно и необходимо делать, если я считаю себя гражданином своей страны, своей малой родины Люберезской земли. Не принимать в этом участие я просто не могу и никогда так не поступал. Ну и поэтому, помимо того, что вы депутат, вы еще и представитель правления организации Московской областной общественной организации «Содействие ветеранам-инвалидам. Наше поколение». Такое вот длинное название, в котором много человеческих судеб зашифровано. Вот в этом 2020 году что запланировано? Как будет проходить работа? И может быть, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям? Может быть, кто-то будет нуждаться тоже в вашей помощи уже по этому направлению? Тем более, что год особый, год 75-летия Победы. Чем будет заниматься ваша организация в ближайшее время? Есть ряд мероприятий, которые происходят из год в год. Это, соответственно, памятные праздничные даты. Но, безусловно, в этом году будет сделано отдельное внимание, оказанное 75-летней годовщине Великой Победы. Самое значимое для нашей Родины дать. И в связи с этим мы подготавливаем целый ряд отдельных мероприятий, и адресная помощь ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, становятся все меньше и меньше. Но они есть. Они есть. Они, наверное, требуют особого внимания. Потому что это люди, которые даже невероятно, да, сами цифры за себя говорят. Конечно, это так. Но, что немаловажно, как это внимание нужно им, а больше память о том, что было, нужно молодому поколению. Потому что нет будущего той страны, которая забывает о том, что было ранее, о своем прошлом. И о том, какой ценой это достигалось, эта победа, это нельзя забывать. Считаю так, что на этом стоит вся Россия. Поэтому, конечно, для нас, для всех, для каждого истинного гражданина, патриота своей Родины, эта дата, она имеет особое значение. И очень хочется, чтобы как можно больше молодежи оценило это в должном ключе, подключилось к проведению этих мероприятий. И дальше также высоко несет о Знаме Победы, помня о наших предках, благодаря которым сейчас мы все живем на этой земле. Ну, а вы планируете проводить какие-то встречи? Понятно, будет адресная помощь и так далее. Ну, наверное, привлечение каких-то молодых волонтеров для того, чтобы они помогали. Как это будет происходить? Или уже происходит? Это дело добровольное. Когда кто-то протягивает руку помощи, мы от этого никогда не отталкиваемся. Но в любом случае, я считаю, как? Где родился, тому пригодился. Бывают многие пожелания, даже в других регионах. Ну, как человек может помочь? Он не знает, что здесь. Ведь не сводится все в банальную какую-то финансовую помощь. Ведь зачастую старшему поколению нужно просто внимание. Их надо услышать, их надо послушать. Надо с ними просто нормально поговорить о жизни. И это нельзя не оценивать. А посторонний человек, он разве сможет должным образом себя повести и сделать вот такое вот важное мероприятие? Ну, и я так понимаю, что, несмотря на то, что самая главная дата – это 9 мая, но ряд мероприятий будет и до, и во время празднования, и после. То есть весь год, да, каким-то образом вы будете посвящать этой тематике. Скажите, а что самое трудное сегодня для работы общественной организации, которой вы руководите? Ну, не говоря, конечно, что финансово всегда хочется больше, а вот именно с человеческой точки зрения. Общественная деятельность, она началась раньше депутатская, она началась для меня ориентировочно до 2000-го года, тогда, когда к власти пришел наш действующий президент Владимир Владимирович Путин. С этого момента как-то я… Ну, 90-е для всех были непростые. И получилось поздно получить высшее образование. Для меня, я считаю, потом второе. Вот когда уже я каким-то образом окреп, когда я понял, что уже можно стараться делать что-то полезное для своего родного города, я постепенно начал уникать, заниматься этими вопросами и в кругу единомышленников развивать вот эту общественную деятельность. То есть, привело это к созданию ряда общественных организаций. И я сейчас та, которую вы сказали, я являюсь председателем правления нашего поколения, Московская областная общественная организация, содействия ветерановым и инвалидам. Это детище не только мое, это детище всех моих соратников, которые рядом со мной. А новые люди приходят, молодежь, которые… Ну, я хочу сказать, что, на мой взгляд, документальное членство общественной организации – это некая условность. Потому что, ну, я привык делать. Вот есть вопрос, на него должен быть ответ. Поставлена какая-то задача временем или жителем каким-то, каким-то ветеранам, инвалидам, она должна быть решена. Но, опять же, как она будет решаться? Кем она будет решаться? Деятельность, она общественно открыта. Если человек какой-то приходит и хочет заняться волонтерством или чем-то молодежи, у нас активно и достаточно. Ради бога, пожалуйста, приходите, помогайте, делайте. Мне сын помогает, в частности, вот у нас есть на территории избирательного округа отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями, государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области, Люберецкий социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Я в этом учреждении, помимо своей должности общественной организации, являюсь председателем попечительского совета. Мы с ними, конечно, плотно работаем. И помимо тех проблем, которые есть у детей, а там люди работают в этих учреждениях глубоко искренне, и к этим проблемам и болезням деток, ведь на самом деле это тяжело. Не каждый может на себе вынести груз такой работы. Это очень серьезное душевное напряжение. И для этого надо иметь не только возможность, стойкость какую-то психологическую, но и просто, наверное, призвание. Мне кажется, в этом пока существует разница между общественной организацией и депутатской деятельностью, потому что депутаты бывают разные. Кто-то занимает депутатской деятельностью ровно столько, сколько он считает нужным. А когда депутатская деятельность соединяется с общественной необходимостью, потребностью, это, наверное, совсем уже другая история. Вот завершая наш сегодняшний разговор, год, в общем-то, совсем недавно еще наступил, хотя время сейчас летит быстро, тем не менее, вот эти две цифры 20-20. Вы человек несуеверный, тем не менее. Как вы считаете, вот тот депутатский корпус, который вы сегодня представляете в нашей программе, который сейчас работает в городском округе Люберцы, ему по силам выполнить те задачи, которые были поставлены в прошлом году? И насколько жители городского округа Люберцы скоро почувствуют какие-то изменения, еще дополнительные изменения в своей жизни? Я хочу сказать, что, на мой взгляд, власть и администрация, и совет депутатов, и жители – это сейчас одна команда. Бывают какие-то, возможно, сложности в чем-то возникают, бывает много мнений, но в итоге находится единственное верное решение, и какие-то компромиссы, и в любом случае мы не останавливаемся надолго на месте, даже если это происходит, мы все равно начинаем идти вперед. И в этом залог успеха в каждом деле. Как говорится, есть депутаты, есть общественные деятели, и все люди, которые вместе, совместными усилиями, могут привести к успеху. Только надо найти друг друга и помогать друг другу, верно? Я не один такой, который любит свой родной город, который о нем заботится. Нас много, и в этом наши силы. Как я уже говорил, главное богатство Люберецкого края – это его жители. У нас прекрасный городской округ Люберца, прекрасный его житель, с прекрасной большой историей, которую мы можем завещать своим будущим поколениям. И поэтому, конечно, подластно все только нам все вместе. Когда мы едины, то мы непобедимы, вместе мы силы. Вот это самое главное. Если мы будем, каждый, это понимая, на своем месте делать какое-то нужное городу дело, то в итоге мы будем получать тот результат, который будет радовать всех нас вместе взятых, и за которым нам не будет стыдно перед будущими поколениями. Ну что ж, прекрасный финал для нашей программы. Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат Совета депутатов городского округа Люберца, председатель правления Московской областной общественной организации, содействия ветеранам-инвалидам наше поколение. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова